Библейский портал экзегет.ру представляет 16 главу и читаем с 1 стиха. И вошел к Агаре, и она зачела. И увидев, что зачела, она стала презирать госпожу свою. И сказала Саура Аврааму, во деде моей виновен ты. Такие интересные слова и уроки предлагает нам Священное Писание. Начиная с 16 главу мы видим, что у Авраама, которому было обещано при выходе из Ура Халдейского, Господь ему обещал, что я размножу тебя, и будешь ты, как песок морской, сочти песок, и будешь ты, как звезды на небе, сочти звезды. Но мы видим, что здесь Слово Божие напоминает нам, что Авраам идет уже 10 лет по пустыне, в землю обетованную, в правообраз царствия Божия, но детей у него нет. И видим, что Сара говорит ему, войди к Агаре. Агарь была египтянка, служанка. Тогда по обычаю и преданию человеческому нигде в Священном Писании мы не находим, чтобы было такое повеление от Бога, что если нет обетованного ребенка, то есть обещанного, что можно его родить какими-то человеческими, не совсем законными способами, но традиция тогда глубоко ужилась в народе израильском. Традиция человеческая, то самое предание, которое Христос отвергает в Евангелии от Марка, 7 глава, 8 стих, говоря о том, что как вы держитесь предания человеческого, удалив заповедь Божию. И здесь мы видим, что сказано, Авраам послушался слов Сары и вошел к Агаре, и действительно считалось, что если, например, служанка родит на колени госпожи своей, то он считался, в общем-то, наследником и обладал всеми правами как первенствующего. Авраам слушается здесь голоса жены. Это нам тоже такой урок, что не всегда слушать надо голоса той или голоса даже того, который дает нам советы, не по слову Божию, не согласовывающийся с божественным откровением и святоэтическим преданием. Дело в том, что в дальнейшем мы увидим, когда будет Сара говорить Аврааму, то там Господь вмешается в эту ситуацию и скажет, послушайся голоса жены твоей. Но здесь ничего подобного мы не встречаем. Мы видим просто, что говорится, что он просто послушался голоса жены своей, совет жены своей, но не подтвержденный божественным откровением и святоотеческим преданием. То есть здесь нигде не сказано о том, что Бог повелевает слушаться Аврааму Сару. Мы считали с вами и другую историю, когда был наоборот, когда послушалась жена Авраама, и тогда они вышли с честью из египетского состояния, в которое они попали по тому, что, как мы помним, был вынужденный голод, и они снизошли в Египет. Здесь обратная ситуация. И вот как мы видим, что действительно Авраам входит к Агаре, она рождает, и видя, что пока еще зачатие, но она родит действительно Агарь, родит Измаила. Но мы видим, как она уже зачала, то стала презирать госпожу свою. И мы видим, что Сара начинает обвинять Авраама. Это всегда будет происходить, снова и снова повторю, если все действия человека, если все его такие поступки, они не будут сопрягаться с божественным откровением и святоотеческим преданием. Мы видим, что Сара начинает обвинять Авраама. И сказала Сара Аврааму в обиде моей, ты виновен. Причем же здесь Авраам. Авраам как бы хотел угодить Саре. И действительно уже долгое время ждет, 10 лет нет потомства. Но из-за этого угождение не по слову Божию, происходит и разлад в семье. То есть мы видим, что Сара начинает обвинять Авраама. В общем-то она сама ему дала этот совет. Далее мы читаем с вами. Авраам сказал, Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. Он как бы поступает здесь справедливо и говорит, не напрямую, а очень мудро. Ты сама дала мне совет. В общем-то это твоя служанка, и ты над ней, госпожа. Поэтому можешь поступить на свое усмотрение. Но если вернуться немного назад, войди к служанке моей, то по этому поводу пишет следующее святитель Иоанн Златоуст. Святые имели, говорит, супружеские отношения, цитата, к женами, не ради погони за наслаждением. И мы действительно видим, что единственным мотивом это деторождение было во всей этой истории. Как и продолжает святитель Иоанн Златоуст, но ради рождения детей. Существует следующее предание о них. Они вступали в отношения со своими женами лишь тогда, когда был благоприятный момент для зачатия. То есть они не имели супружеского общения, ни во время кормления грудью, когда жены питали младенцев, ни во время беременности. Ибо полагали, что один из этих периодов времени, ни один из этих периодов времени не подходит для соединения. Конец цитаты. То есть мы видим, что это не было похотью, это не было стремлением к какому-либо наслаждению или довольствию. Всем, чем руководствовался патриарх Авраам, это все было лишь для того, чтобы было рождение детей. Мы помним с вами, что Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу. И все, что говорится с ними, как Ветхий Апостол Павел пишет, что Ветхий Завет — это дети закона и дети плоти, что Новый Завет — это дети духа, и поверить детям мы с вами Авраама. Поэтому там все такие, то, что связано с плотскими рождениями детей, все это так или иначе, есть некий прообраз или типология того, что происходило и происходит сегодня с детьми, рождающимися в Святом Крещении, с детьми по духу. И далее мы читаем, как уже и был прочитан шестой стих, Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господний у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сара, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказала ей, «Ангел Господень, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества». Видим, что Господь вмешивается в эту ситуацию, потому как Аврааму было дано обещание, что от него именно произойдет, от Сары произойдет род, его и приумножится. Но происходит нечто, человек прилагает свои усилия, мы всегда стараемся как-то опередить события, не настолько есть в нас долготерпение. Это одно из качеств любви, как и сказано, что любовь долготерпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего. Господь вмешивается в эту ситуацию для того, чтобы сохранить Агарь, но мы видим, что обещание здесь не звучит так и не прозвучит, не звучит так, как оно звучало к Аврааму, когда было сказано, «Размножу тебя, как песок морской, как звезды на небе, и потомство твое будет велико». Здесь только сказано, «Умножаю, умножу потомство твое», так что нельзя будет счесть от множества, но не сказано, что оно будет бесконечно. И еще сказал ей Господь, «Ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки во всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих». Вот действительно такая интересная история, которая здесь описывается. Действительно, Агарь возвращается, да, в дом Авраама, в дом Сары, живет там, рождает Измаила. Это, казалось бы, такая чисто семейная история, но надо помнить, что Авраам здесь патриарх, что Авраам особо избранный Богом. Но для нас это, опять же, очень хороший урок, и в каком-то частной такой семейной жизни, которую мы можем извлечь, и о которых уже было сказано прежде. Но не только здесь урок для нашей личной какой-то семейной жизни, здесь есть еще и действительно серьезная проекция, надо сказать, на мировую историю. Надо сказать, что все, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, это результат того, что тогда Авраам, без повеления Бога, послушался слов жены своей. Сегодня, например, измалитяне или агаряне, это арабы, они как раз говорят о том, что мы первые, потому что Измаил действительно был рожден первым от Авраама, и мы дети Авраама. Но мы видим, что дальше обетование исполнится в дальнейшем тексте Священного Писания. Действительно, у Сары будет ребенок. Действительно, он наречется, как мы знаем, Исааком. Исааком он будет от свободной. И поэтому все потомки Авраама, то есть семиты, евреи, они говорят о том, что а мы вообще-то рождены от свободной. Но измалитяне, то есть арабы опять наставят на своем, но несмотря на то, что вы рождены от свободной, но вы же второй, Исаак родился вторым, значит, мы наследники. А эти говорят, нет, мы наследники, потому что мы от свободной. И вся война сегодня на Ближнем Востоке именно, в общем-то, кореница начала всего этого, одна из таких главных веских причин, она именно, рассказывается о ней именно в 16 главе. Да. Поэтому, если говорить здесь о духовном рождении, то апостол Павел затрагивает эту тему в послании к Галатам. Говорит, что все те, которые были рождены по ветхой букве, ветхого завета, и те поклоняются, кто продолжает соблюдать лишь только ветхий завет, это дети плоти. А те и дети, которые рождаются от рабыни, то есть от Агари, от несвободной. А те, которые рождены по духу, они рождаются по духу. Об этом он рассказывает в послании к Галатам, то есть дети Нового Завета. Это можно легко найти, прочитать и проверить. Послание к Галатам апостола Павла, 4 глава. Я всегда призываю всех открывать тексты Священного Писания вместе. И вот так он и пишет, 4.23. «Но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, о которой есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». То есть мы видим, что 22 стих предваряет все, о чем я сказал в самом начале. Апостол Павел пишет в 22 стихе, «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Такой вот интересный урок преподает нам 16 глава книги Священного Писания, что все, что бы мы ни делали, надо делать, сверяя это со Словом Божиим, со святоотеческим преданием, которое есть предание, как таковое Дух Святой, живущий в Церкви.